Добрый день! Мы на канале Некрасова Live и находимся в гостях у Дмитрия Павлова. Добрый день! Сегодня мы поговорим о лаборатории альтернативной истории, потому что я думаю, что эта тема многим интересна. Люди полетели в Египет. Я правильно поняла, что открылась дорога туда и обратно. С сентября месяца вместе с участниками лаборатории альтернативной истории съездило пять групп, и сейчас шестая на днях поедет. Вот как раз мы об этом и поговорим, но правда начнем коротко о том, что такое вообще лаборатория альтернативной истории. Что это? Это добровольное, неформальное объединение людей, которые увлечены темой альтернативного взгляда на древнюю историю. Главный посыл, что задолго до известных древних цивилизаций, египетской, месопотамской, американских цивилизаций, была одна или несколько предшествующих высокоразвитых цивилизаций, причем намного более развитых, чем вот перечисленные известные и даже, похоже, более развитые, чем наша современная цивилизация. Вот в погоне за тем, чтобы найти доказательства многочисленные, которые мы находим и еще хотим найти факта существования этой гипотетической пока цивилизации, мы и создали объединение и назвали его лабораторией альтернативной истории. Когда вы сделали это? Ну, по времени сколько вы уже существуете? Формально трудно провести черту, но, в общем-то, мы договорились считать датой рождения лаборатории альтернативной истории, 2004 год, когда состоялась съемочная экспедиция Андрея Склярова в Египет вместе с его друзьями, я тоже был в их числе, и были сняты шесть серий фильма, который называется «Загадки древнего Египта». Фильм оказался очень интересным, стал, по сути дела, культовым. На основе его просмотра к нам присоединились тысячи, даже, не побоюсь сказать, сотни тысяч наших сторонников, и в результате это объединение стало жить уже независимо от ее создателя Андрея Склярова. Из разных стран, я так понимаю, да, потому что эта история, она интересна многим людям. В основном лаборатория объединяет русскоязычных сторонников, потому что Андрей говорил на английском, так случилось, что большого количества переводов на английский или какие-то другие языки его работ, прежде всего фильмов и книг, не произошло, и западному зрителю мы известно только по субтитрам. Они очень часто смотрят наши фильмы и просят хоть какой-то перевод. Мы идем навстречу, но, конечно, хотелось бы более такого внимательного отношения к иностранцам. Мы готовимся, начали снимать фильмы, которые сразу же переводим на английский язык, но пока мы все-таки остаемся больше известны среди русскоязычной аудитории. Что привлекает людей в этих египетских пустынях? Следы той потерянной высокоразвитой цивилизации встречаются во многих странах, и большинство из этих стран Андрей успел объехать с другими съемочными экспедициями, и родились фильмы по Мексике, Перу, Боливии, другим странам. Но самой насыщенной по количеству сохранившихся артефактов территорией является территория Египта. В основном все сосредоточено вокруг Нила, но этому есть климатические объяснения. И количество артефактов, которые сосредоточены на узкой полоске вдоль берегов этой древней реки, такое зашкаливающее, что если сравнивать, сколько артефактов сохранилось во всем мире и в Египте, в Египте больше, чем во всем остальном пространстве земного шара. У многих древняя история ассоциируется с картинкой из учебника по древней истории, когда это картинка египетской пирамиды, где люди на себе носят эти большие-большие блоки, и из них строят египетскую пирамиду. Но тем не менее, я знаю, что у вас есть совершенно другой подход к этой теме. Естественно, картинка из старого, старинного учебника истории была скорее навеяна какими-то очень скороспелыми ассоциациями и выводами. Ведь мы знаем о пирамидах со слов древнего историка Геродота, который примерно 2500 лет назад побывал в Египте, написал свой эпохальный труд, который назывался «История», и он перечислил, по сути, рассказы пастухов, которые ему поведали, что были цари, были царицы, которые требовали от своих подданных строительства этих пирамид. И, естественно, в таких предположениях другого способа строительства, как тянуть руками, ну, иногда, может быть, при помощи каких-то простых механизмов блоки, трудно было бы представить. Когда же на альтернативной стороне выступает гипотеза, что была другая, более высокоразвитая, чем египетская фараоновская цивилизация, тогда мы уходим от глупой картинки вручную перетаскивания огромных масс блоков, причем некоторые из них достигали веса в сотни тонн, и их нужно было затащить на многометровую высоту и пригнать друг к другу с точностью до долей миллиметров, появляется возможность говорить о более техногенных технологических приемах, среди которых и те, которые нам еще до сих пор неизвестны. В частности, я допускаю, что те, кто строил на самом деле эти пирамиды, использовали возможность управления силой тяжести. То, что мы сейчас не можем от слова совсем. — Допустим, Вы рассказывали о том, что там эти блоки заточены так, что даже нет современных технологий пока еще для того, чтобы обрабатывать их с такой точностью. Это правда? — Не совсем так. Современные станки, современное оборудование позволяют обрабатывать материалы типа гранита с очень хорошим уровнем точности. Проблема в другом. Есть элементы внутри пирамид и вокруг пирамид, которые не завязаны на большие массы или высокую точность, но сами по себе они неисполнимы в рамках примитивных технологий. Среди таких примеров для меня самыми главными являются два. Первое — это то, что нисходящий коридор внутри пирамиды Хеопса метров на 80 примерно уходит в массив скального известняка, то есть в натуральную скалу. Пускай известняковый мягкий достаточно материал, но в нем тоже нужно применить какую-то ударную технику. И если мы посмотрим на параметры вот этого коридора, учитывая, что он сильно деградировал за эти тысячелетия, то мы видим совершенно прямой проход, который в современных уже ошарпанных условиях отклоняется от прямой линии на сантиметры. Отсюда мы можем сделать вывод, что когда-то этот проход был сделан с точностью до миллиметров. Ну и даже точность до сантиметров на протяжении 80 метров углубления с углом наклона в 26,5 градусов — это невозможная задача. Там же в максимум помещается один молотобоец. И этот один молотобоец, оставаясь в темноте, без воздуха, в пыли, без света, должен пройти эти 80 метров нигде не отклонившись, но это уже сюрреализм. Это первый пример, который невозможно принять, утверждать, чтобы все это было сделано вручную, а не с помощью какого-то механизма, который может позиционировать себя и в темноте, и без воздуха, и так далее. Кстати, чуть ниже есть еще более впечатляющий коридор, длиной, правда, 16 метров, и он горизонтальный, но у него размер не метр на метр, как у нисходящего коридора, а всего 75 сантиметров на 75 сантиметров. Еще мы туда попадали, но только на коленках. Размахнуться киркой, зубилом и пройти эти 16 метров ровно, так как он сделан, невозможно точно. И плюс он задохнется. Если там не сделать каких-то воздухоотдувных машин, но все это вместе и со светом, и с пылью, и с необходимостью в темноте одному работать, но все делает невозможно. Так что этот пример гораздо более красноречивый, чем большие блоки, которые нужно было таскать на большую высоту и подгонять друг к другу с меньшими миллиметровыми зазорами. А второй пример – это мостовая. Вокруг пирамиды Хефрена, уже не Хеопса, а вторая по размерам пирамида, есть блоки, которые уложены в мостовую. То есть сделана такая опалубка, примерно на 15 метров от края пирамиды. И эти блоки представляют из себя известняковые пластины, толщиной иногда меньше метра, а размерами поперечными порядка 6 на 6 метров. Вы представляете себе пластину 6 на 6 метров и толщиной, условно, возьмем полметра. Как ее поднять, не сломав? Как ее положить рядом с такими же пластинами, тоже не сломав? И зазор порядка сантиметра. Чисто температурный зазор. Я не знаю, не то что древнего способа так уложить блоки, я не знаю ни одного современного подъемного устройства, которое сможет уложить десятки, если не сотни таких пластин друг к другу вот с такими параметрами. Значит, отсюда вывод. Тот, кто это делал, он делал это непринужденно. Для него это не было какой-то сверхзадачей, как для нас сейчас. И, соответственно, это была сверхцивилизация, которая имела возможности управлять весом. А возможно ли, что эти сооружения построили вообще инопланетные какие-то существа? Так мой друг и соратник Андрей Скляров и предполагал, что цивилизация, которая построила, была инопланетной. Об этом говорят очень многие детали. Ну, в частности, нет заводов, нет карьеров, нет большого количества мусора, что останется, к сожалению, от нашей цивилизации, если она погибнет. А здесь все это отсутствует. Отсюда он делал вывод, что прилетели, построили, забрали инструменты, улетели, оставили знания и какие-то подарки, типа вмешательства в продукты сельского хозяйства, возможно, вмешательства в наш генный состав, улучшили человечество, вполне возможно такое. Это его версия. Я с ним не соглашался. Но сейчас, по мере накопления и мной дополнительной информации, я склоняюсь к совершенно удивительной версии, которая оказывается близкой к версии Склярова. Те исследования, которыми мы занимаемся в рамках нашего Негосударственного института гиперкомплексных систем, косвенно на сегодня показывают, что, возможно, дистанционное управление материей, находясь за много тысяч или даже миллионов световых лет от объекта, где ты хочешь управлять материей. И я уже достаточно уверенно рассматриваю гипотезу, что такие технологии, в принципе, осуществимы. Для этих технологий не нужно переноса массы астронавтов или роботов, не нужно переносить инструменты, можно просто научиться управлять каменными залежами, заставлять их самовыпиливаться из карьеров и переноситься в нужное место и укладываться в нужном порядке. Такая вот необычная экзотическая версия мной не обсуждалась с Андреем Скляровым, но, думаю, он допустил бы такую версию, если бы узнал о некоторых наших последних экспериментах, которым мы вот сейчас занимаемся. Поэтому в этом плане строителями пирамид могут оказаться очень-очень далекие или далекая цивилизация. И она просто дистанционно это сделала. Кстати, очень интересный момент. В некоторых легендах утверждается, что пирамиды строились сами. Но египтяне утверждают, что все, что у них есть, им дали боги. Да, но под богами можно понимать и тех, кто необычным образом для... Я как раз хочу направить, что называется, мысли в нужное русло, что богами могут оказаться люди из каких-то далеких планет. Да, и в этом плане... Ну, не люди, а вообще инопланетяне. Согласен. В этом плане тогда объясняется еще несколько странных моментов, которые мы видим, когда путешествуем или проводим экспедиции по Египту. Ведь не только пирамида выглядит чужеродным объектом на фоне вот той цивилизации фараонов, о которой мы достаточно много знаем. Благодаря тем же египтологам, историкам они достали множество фактов, и мы видим в музеях колоссальное количество предметов быта. И мы не отрицаем существование 6 примерно тысяч лет назад, ну и от 6 тысячи летнего периода до примерно 2 тысяч лет назад эта цивилизация заняла большой промежуток времени и многое что сделало. Но уровень строительной индустрии во времен фараонов говорит о невозможности не только строительства пирамид, но и ряда других сооружений, в частности, мастов, не всех, некоторых. В частности, некоторых подземных сооружений, которые часто оказываются пирамидами, построенными существенно позже. При этом колоссальная разница между уровнем строительства навершия, вот этой пирамидой из кирпича-сорца, и подземной части, которая тоже из гранита, из весняка и тому подобное. И, наконец, хорошо известные гробницы в долине царей, где и были найдены основные захоронения фараонов, а они в пирамидах, как многие заблуждаются, в пирамидах не было найдено ни одного захоронения, только отдельные следы, и то они, скорее, появились позже. А большие пирамиды даже анонимны и без каких-то надписей. Так вот, эти гробницы, которые в долине царей, казалось бы, гарантируют, что их-то сделали фараоны, совсем не так. Уровень проходки вот этих вот подземных коридоров такой же, как уровень проходки того нисходящего коридора в пирамиде Хеопса, о котором я говорил, только размеры побольше. Но все равно сделать так ровно, в полной темноте и без света, и в пыли эти проходы, я думаю, сами египтяне не могли. А вот та цивилизация, которая дистанционно по каким-то причинам решила помочь развитию человечества и оставила заготовки для того, чтобы возникла религия, для того, чтобы возникла письменность. Религия с конкретными лицами богов, которые нетрудно прочитать и срочинить все свои мифы, и в конце концов затея удалась. Египетские жрецы все это восприняли именно как дары богов, прочитали по-своему, перевели, родили свою письменность, и дальше цивилизация пошла шагать по планете, дав нам вот то, что мы сейчас имеем. Но есть еще такой вопрос. Если, например, разрушаются здания современные, то есть они со временем ветшают, и либо их нужно ремонтировать, либо они вообще приходят в негодность. А пирамиды стоят уже тысячелетиями. И не только пирамиды, стоят еще и храмы. Если пирамиды, они монументальные, там миллионы тонн, и можно считать, что они пострадали, когда убрали их облицовку. Облицовка ведь на большинстве пирамид отсутствует. Частично ее сняли на какие-то постройки после землетрясений в Каире, частично сняли местные жители для своих каких-то более мелких целей. Но сейчас только на одной ломаной пирамиде облицовка сохранилась, например, на 50%. Остальные стоят практически без нее. И это тоже можно отнести к обветшалости. Но кроме пирамид, до наших дней сохранились и некоторые храмы. Храм намного более уязвимая конструкция. Это колонны, это перекрытие. А мы смотрим на такие храмы, как Этфо, храм Хадхор в Дендерах, еще ряд храмов. И они, ну нельзя сказать, как новенькие, но целехонькие и без особых следов реставрации. Объяснение может быть достаточно простое. Те боги, в кавычках, или та цивилизация, которая их сделала в качестве заготовок для того, чтобы период фараонов стал развиваться так, как они примерно хотели. Они же и занесли эти храмы толстым слоем песка, земли и сохранили, законсервировали эти сооружения на тысячелетия. Благодаря этой заботе эти храмы дошли до египтян. Египтяне, потихоньку откапывая эти сооружения, начинали их разрисовывать, воспринимать крупные надписи как послание богов, сочинять мифы. Ну вот так вот все и родилось. После этого разгребленный, расчищенный песок долгое время оставался вокруг этих храмов. Он до сих пор, кстати говоря, во многих местах есть. И песок также как оттащили, и ветром снова занесло. Вот этот постоянный занос песком сохранил нам эти храмы. Сохранил он и частично сфинкса. Мы знаем, что сфинксы откапывали много раз. И много раз он снова заносился песками. Это уникальное сочетание сухого климата, большого количества песка, заботе предшествующей вот этой высокоразвитой цивилизации о том, чтобы нанести первичный песок, сделали так, что мы до сих пор эти храмы видим почти новенькими, как и они были сделаны когда-то много тысячелетий назад. Но вы же там проводили какие-то эксперименты, раскопки. Что вам удалось найти такого инопланетного? Ну, ракетных двигателей или каких-то компьютерных систем мы не находили. Это тоже одна из загадок, которую часто нам предъявляют в качестве обвинения, что мы не очень серьезно относимся к поискам. Действительно, найти какую-нибудь болгарку или какой-нибудь лазер, которому вот 10-12 тысяч лет никому еще не удалось. Впрочем, может быть, завтра найдут. Хотя я сомневаюсь. Если моя версия о дистанционном происхождении пирамид, храмов и подземелий верна, в этом случае никаких инструментов быть и не может. Просто уровень технологий, которого достигла та цивилизация, нам еще и не снился. Мы не умеем дистанционно управлять. Нам нужно как минимум робота послать. А эта технология безроботная только на основании того, что они хорошо знали физику окружающего пространства и времени. К чему мы стремимся, но еще не достигли. Ну, возможно, Финслеровая геометрия, которой вы занимаетесь, и трехмерные числа, да? Четырехмерные. Возможно, они когда-нибудь эту загадку хотя бы нащупают и разгадают. Нет, мы, собственно, этим и занимаемся. Только это уже история не о лаборатории, а о альтернативной истории, а о Финслеровой геометрии Институте гиперкомплексных систем. И сейчас мы проводим эксперименты, которые по нашей задумке должны, а, показать, что такое дистанционное управление материей не только возможно, но и уже сейчас осуществимо. У нас есть в руках, пускай экспериментальная, но все-таки реальная установка, которую можно пощупать, и в которой проявляются отдельные явления явления вот этого самого дистанционного управления. Мы далеки от того, чтобы заявить, вот мы уже знаем, как дистанционно управлять материей, но то, что мы движемся именно в этом направлении, а такая возможность управления, она сверхсветовая. То есть нет того барьера, который нас разделяет с другими галактиками, с другими цивилизациями. И если мы этого достигаем, у нас колоссальнейшие возможности для освоения дальнего космоса, того, чего у нас нет сейчас. Потому что современные ракетные приборы, как бы мы ни изгалялись, как бы мы ни выкручивались, они ограничены очень малыми скоростями. И даже в фантастических романах скорость света предельна. А с предельностью скорости света мы ограничены ближайшими сотней звезд. И то в непонятной перспективе. На другую галактику мы можем повлиять и как-то познакомиться, только если выйдем на новые, принципиально новый уровень технических возможностей. Ну вот сейчас, скажем так, человечество запустило спутник, приземлилось на Марсе, приземлились на Луне. То есть ближайшие планеты немножко становятся более, так сказать, приближенными к человеческому разуму. Но тем не менее люди все равно стремятся в Египет, это можно назвать зовом предков каких-то, может быть? Я бы с другой стороны посмотрел на тех роботов, которые вот с таким успехом осуществляют свои задачи на Марсе, могут и на других планетах. При всех значимостях таких успехов, это не то, что микроскопический шаг в дальний космос, это полшага. Все-таки космос невероятно больше. В нашей Солнечной системе при всей ее интересности и обширности счетное количество планет. Ну, несколько десятков планетных тел, планетообразных. Я имею в виду и спутники крупных планет-гигантов. И мы знаем, что ни на одной из них условий, близких к земным условиям, нет. А это означает, что найти братьев по разуму мы вряд ли сможем. Ну, или они будут настолько отличаться от людей, что вряд ли мы установим какой-нибудь интересный контакт. Ну, вот как Солярис. И то там условия на той планете были лучше и ближе к возникновению разума. Поэтому, сколько бы по Марсу не ходили марсоходы, все равно там очень мало вероятно встретить разумную жизнь. А вот, если у вас появляются хотя бы фантастические идеи, как войти в контакт и изучать планеты, находящиеся на звездах, удаленных от нас на миллионы световых лет и других даже галактиках, вот это открывает действительно колоссальные возможности. И, я думаю, те организации и люди, которые мечтают о покорении Марса, организация там колония у того же, Илона Маска, такая сверхидея, сейчас высказана, и он готовится к 50-му году забросить первую тысячу колонистов. Если вдруг у них откроются хотя бы гипотетические возможности сделать шаги в направлении далеких звездных систем, отдаленных от нас на миллионы световых лет, ну, я думаю, по крайней мере, несколько процентов своих усилий они перераспределят в этом направлении. Беда в том, что обратиться к Илону Маску или другим, у кого сейчас есть в планах освоения Марса, я не могу. Хотя вот воспользоваться вашим... Почему? Можно воспользоваться сейчас Клабхаусом и поговорить с ним непосредственно. Мне уже предлагали, но думаю, что это, опять же, из гипотетических. на уровне фантастики. Да, конечно, возможность есть, но они достаточно быстро мелькают и потом исчезают. Насколько я знаю, по Клабхаусу даже Путин с Маском не смогли договориться о разговоре. Уж куда нам для таких возможностей. Но я оптимист, я считаю, что по мере расширения информации о том, чем мы занимаемся, с одной стороны, потом получение положительных результатов наших экспериментов, а плюс попыток выйти на людей с серьезными намерениями по освоению дальнего космоса, может быть, и случится такая встреча, такие обсуждения, и мы тогда от примитивных, простейших опытов перейдем к более серьезным. И тогда звезды нам станут ближе. А почему Египет, несмотря на Марс... Я как раз хотела спросить, да. Да. Просто стоящие там пирамиды, храмы и подземелья говорят о том, что мы не одни в этом мире, в этом космосе. все разгадки как раз хранятся в этих египетских пирамидах? Практически уверен. Ведь у той цивилизации, которая, как мы думаем, их создала, должна была быть простая идея. Ну, храмы, понятно, внушить определенные религиозные воззрения, какие-то правила жизнедеятельности, чтобы цивилизация развивалась в мирном направлении, а не постоянные войны и другие нехорошие вещи. А зачем пирамиды? Ведь пирамиды фараонам были не нужны. Они их не вскрыли. Они не разместили там своих царей. Они их, скорее, боялись, потому что мы не видим изображений пирамид за весь период фараоновского правления. Только дофараоновский период доносит до нас редкие изображения примитивных художников. Примерно шесть тысяч лет назад. В тот узкий период, когда фараоны еще не покорили территорию и не образовали государство, а человек уже вышел из пещер, из каменного века и рисовал окружающий мир. На горшках шеститысячелетней давности пирамиды изображались достаточно часто. И только упорная позиция египтологов не воспринимать версию о более древнем происхождении пирамид не позволяет увидеть в этом именно пирамидное устройство. Итак, если пирамиды были построены, значит, это было зачем-то нужно. Моя гипотеза заключается в том, что они думали не только о первых шагах цивилизации, но и о том уровне, на котором мы находимся сейчас или почти к нему подошли. То есть, это заготовки для нас, чтобы мы, когда придем к пониманию, как устроено вот это дистанционное воздействие, смогли этими пирамидами воспользоваться и вошли в контакт. Сказали, что мы выросли, мы стали тоже взрослыми, мы готовы с вами общаться. Ну, так вот, может быть, высокопарно, но не исключено, что именно такая мысль и была заложена в пирамиды. И, кроме того, то поле, которое предполагает дистанционное воздействие на материю, в том числе за миллионы световых лет, чуть ли не мгновенно, там тоже есть скорость, но она в миллиарды раз больше скорости света. Вот это поле имеет такую особенность, что передний фронт его распространяется со скоростью в миллиарды раз больше скорости света, а задний фронт, то есть то, что запаздывает некое эхо, оно остается на месте. Это означает, что если было не только дистанционное воздействие при строительстве, но и информационный канал тех, кто эти пирамиды создавал, мы можем ту информацию, которая сопровождала строительство, считать, как мы считываем сейчас, имея компьютер, подключаясь к интернету. Только этот интернет пространственно-временной, он не связан с электромагнитным излучением, вернее, косвенно только связан, и возможность считать информацию, которая была когда-то, дает нам шанс увидеть, как пирамиды строились, кто их строил, зачем их строил, то есть такой шанс имеется, и даже если его вероятность миллионной доли процента, все равно нужно им заниматься. Если этим не занимаются египтологи, если этим не занимается Илон Маск, и не занимается ни одно правительство, значит, этим должны заниматься энтузиасты. Вот мы этими энтузиастами являемся. Я хотел задать вопрос про энтузиастов. Вы же возите туда экспедиции? Ну, я бы подразделял наши поездки по уровню подготовленности и задачам, которые перед ними ставятся. Конечно, самый высший уровень это экспедиция научная, когда мы едем небольшим числом специалистов, и эти специалисты везут с собой приборы, и мы в рамках дозволенного нам без статуса египтологов проводим эти исследования. Но для такие экспедиции требуется колоссальная, ну, для наших мер сумма затрат. Одна такая экспедиция это порядка 50 тысяч долларов. Ни у кого из нас, кто сейчас объединен в ЛАИ, нет таких средств. Раньше у меня были, я их финансировал. Сейчас у меня нет, и, соответственно, экспедиции на какое-то время в таком полноценном масштабе в прошлом или в будущем. А вот то, что сейчас мы можем, мы можем собирать группы из нескольких десятков энтузиастов и любителей вот этого альтернативного взгляда. Мы показываем этим людям все, что знаем сами в рамках наших научных мероприятий. Они называются круиз-конференции, объединения и конференции, и круиза по Нилу. Замечательнейший формат, все довольны, плюс научные знания, плюс новые контакты, плюс новые в том числе и потенциальные дружбы, новые вопросы, новые ответы, и зарабатываются те необходимые средства, которые могут быть пущены на уже собственно исследовательскую часть. И, например, в мае у нас уже состоится... Я хотел спросить про майскую экспедицию. Я все предсказываю. Да, в мае состоится экспедиция, которая будет исследовать забытую пирамиду, она называется пирамида Сахимхета, с тем, чтобы внутри нее посмотреть, не оставили ли египтологи, ну, просто в силу своего узкоспециального взгляда. Они же ищут золотые побрякушки, кольца, браслеты, еще что-то. Но они до сих пор считают, что это были гробницы. Да, и считают, что пирамида Сахимхета действительно была недостроенная пирамида, хотя, когда они нашли запечатанный и пустой саркофаг, их недоумение было крайне высоко, потому что так не бывает. Они видели, что все запечатано, а погребения нет. Ну, и у главного археолога на этой почве даже, по-моему, были определенные проблемы, потому что, в конце концов, он покончил жизнь самоубийством. Закарий Ганейм спустя несколько лет выбросился с моста и утонул в Ниле. Если бы он допускал, что пирамиды могут быть не только гробницами, но и инженерными устройствами, оставленными предыдущей цивилизацией или далекой цивилизацией, я думаю, что у него была бы другая судьба. Так что, есть и вот смысл глядеть с альтернативной точки зрения ради того, чтобы пожить подольше. Так что вы будете делать в мае в Египте? В мае мы подготовили, причем силами наших сторонников, мы просто обратились к людям, которые смотрят наши видео, читают книги Андрея Склярова, с просьбой профинансировать в складчину расчистку входа в пирамиду Сахимхета. Дело в том, что после Ганейма, а это прошло больше 500 лет, только изредка кто-то из верхних египтологов посещал, и сразу же после такого посещения снова все заметало песками, и процедура расчистки входа, ну, не такая, может быть, дорогостоящая, как была у Ганейма, но все равно стоит определенных денег. Вот мы собрали средства на эту расчистку, собрали средства на то, чтобы с нами в эту экспедицию поехал оператор, чтобы были соответствующие осветительные приборы, видеокамеры, материал, монтаж, ну и так далее. Расчищать вход за деньги людей, которые остаются в России, будут местные жители. Они всегда это делают, они на этом живут, они знают, как это профессионально, и это будет официально. К сожалению, нас не допустят даже песчинку поднять и переложить в другое место. Мы просили, хотели волонтерами выступить, но нельзя. Нам будет просто подготовлена возможность спуститься внутрь этой забытой. То есть разрешение будет? Разрешение официальное, уже запрос был в Министерство древности, предварительное согласие было до этого. И когда сейчас Ондраш поедет в марте, 18 марта в Египет, оно будет официально подано, я думаю, что в течение двух-трих дней получено заранее для нашего майского посещения. И вот люди, которые окажутся в этой группе, которая спустится в пирамиду Сахимхета, чуть ли не первыми после Закария Ганейма, у них есть ненулевой шанс с счет своей сообразительности, зоркого взгляда, аналитических возможностей, увидеть то, что не увидели египтологи. Может быть и нет, может быть все будет там стерильно, и египтологи вычислили так же, как вычислили пирамиду Хеопса, Хефрена, любые другие объекты, где уже побывали миллионы туристов. Ну, понятно, там искать что-то бессмысленно, и даже если вы что-то найдете, это может оказаться просто случайным артефактом, оставленным туристам, там неинтересно и опасно что-то находить и заявлять, а вот там, где было очень мало, там такие шансы есть. Чтобы в результате похода в эту пирамиду мы взяли образцы, если найдем что-то там оставленное случайно египтологами, при этом не представляющее для них ценности, мы не хотим им мешать в их исследованиях. Если вы что-то найдете золотое, вы им оставим. Нас золото не интересует совсем. А вот, например, кусочек древесины, который не на саркофаге лежал, а где-нибудь в углу, забытый, просто вот кусочек уголька. Ну, упал. Почему бы его не взять и не провести дополнительный радиоуглеродный анализ, посмотреть, какой возраст у этого уголька окажется. Или если в так называемых кладовых тоже обнаружится что-то необычное, ну, было бы очень интересно. Мы хотим взять образцы для изотопного анализа, хотим взять для химических анализов, ну, и что, увидим. А если кто-то заинтересуется этой поездкой, как вас найти? Очень просто. Нужно зайти на сайт aturs.ru и там есть варианты поездки. Их два. С 1 по 6 мая, это укороченная программа, вы находитесь 6 дней с участием наших специалистов, энтузиастов лаборатории альтернативной истории, ходите по открытым местам и в том числе попадаете в закрытые, причем не только пирамиду Сахимхета. Я думаю, мы сможем получить разрешение и в другие интересные места, только там расчищать проще, поэтому подготовка не нужна. В частности, Мастаба-Шепсискафа, очень закрытое место, там были считанные единицы людей. Второе место это пирамида Аминемхета 3 в Дашуре, она иногда называется Черной, поскольку сама пирамида построена из кирпича сердца Черного, а вот подземная часть всегда была закрыта, там 1-2 египтолога из тех, кто мировое имя имеет, побывали, и нам тоже такая возможность похоже предоставится. И еще шахта Монотифнахта, туда попадут вообще счастливчики, человек максимум 7, потому что спускаться в них нужно в этой шахте не по лестнице, как обычно, а на люльке будут крутить коловоротом, как колодцы специально обученные люди ворот, и вы на люльке спускаетесь туда. Это моя давнишняя мечта побывать в этой шахте, и нам может осуществиться тоже в майские дни. Так вот, первая возможность это шестидневный тур. Он относительно недорог, потому что количество дней ограничено, и при этом максимально информативен. А вторая возможность это поехать не только в эти загадочные закрытые места, но и поехать на несколько дней по Нилу в круиз. Причем круиз не просто вот посмотреть как красота. Каждый день в этом круизе будут читаться лекции, сопровождаться выходы на берег различные храмы среди энтузиастов Лаи, ну и споры, фильмы. Короче, это запоминающееся на всю жизнь путешествие, и оно займет 11 дней с 1 по 11 мая. На сайте Атурс заходите, заполняйте анкету, договариваемся, как, что, и что вы можете привнести своего в это посещение. А бывают у вас такие счастливчики, допустим, которые могут попасть в этот тур, ну, практически даром? Один будет счастливчик. Есть счастливчики типа сторонников Лаи, которые сопровождают, потому что они как раз те люди, которые за счет тех, кто платит тур, имеют возможность много раз побывать в Египте и заняться любимым делом. Вот такие рабочие поездки, да. Да, оператор у нас едет тоже как лицо, которое получает это с финансирования общего. Но один человек из тех, кто финансировал вот эту расчистку пирамиды Сахимхета, будет разыграна лотерея, и если он захочет и не отдаст этот свой выигрышный билет кому-то из родных, то на шесть вот этих дней съездит в Египет, посмотрит пирамиду Сахимхета, и это все будет в рамках той суммы, которую он вложил в расчистку. А минимальная сумма там была 500 рублей. Ну и тот, кто, например, 5000 вложил, у него будет 10 шансов выиграть вот эту призовую поездку. Пускай это маленькая вероятность, но она не нулевая. У нас около 100 человек... Ну, в любом случае можно свою удачу испытать. Да, да. А какие-то конференции здесь, в стране вы проводите по Египту? Да, каждый год летом мы собираемся под Муромом в Нижегородской области. Научный городок Перемиловы горы, его можно найти, набрав в интернете парк-отель Перемиловы горы, но главное назначение это научный городок. И вот в этом научном городке в этом году с 11 по 18 июня будет проходить уже традиционная конференция, мы ее называем семинар в Лаборатории альтернативной истории, куда съедутся наиболее активные сподвижники этого направления, те, кто просто хочет послушать, пообщаться, то есть мероприятие открытое, его бюджет намного-много меньше, чем бюджет путешествия в Египет, поэтому каждый, кому интересна наша тема может приехать, а если он приедет всего лишь на 1-2 дня, это вообще считайте, что даром, потому что наибольшие затраты это проживание в домиках, это питание, это какие-то мероприятия, в общем, в любом случае мы приглашаем всех не только в Египет, но и сюда, под Муром, научный городок, запомните даты на 11-18 июня. Надо еще добавить, что там под Муромом есть египетская пирамида, своя такая, родная, русская. Да, власти Египта нас вынудили, по сути дела, не ждать, когда пирамида будет открыта для научных исследований, а тем более для работы, и озаботиться тем, чтобы построить свою микрокопию. несколько лет назад также на одном из семинаров было начато строительство нашей собственной пирамиды, также из-за завистника. Размеры, конечно, микроскопические, у нее основание 7,5 на 7,5 метров, а высота 5 с небольшим метров. Но эта малютка все-таки весит 150 тонн, у нее есть подземное помещение размером 2 на 2 на 2 метра. В этом подземном помещении мы собираемся проводить эксперимент, в том числе и вот на этом семинаре. И причем в этом году я надеюсь на успех. Мы семинары анонсировали каждый год, предыдущие наши мероприятия также, но не было идей предложить способ, как бы пирамида могла работать, не так просто. Даже интуитивно считая, что это вот обязательно должно быть, когда тебя спрашивают, а что конкретно мы делаем, ты в ступоре. Вот сейчас появилась некая идея, которую мы хотим проверить. И она проверяется без пирамиды. Вот здесь в Подмосковье есть небольшая лаборатория, в которой в данный момент, как раз по субботам проходят эксперименты, и эти эксперименты оказываются осторожно-позитивными. Если мы их перенесем, и нам удастся это сделать в июне туда, на площадку семинара, но это будет очень интересно, потому что мы расскажем, покажем, каждый может приложить свои мозговые способности к тому, чтобы продвинуть эту идею в дистанционном управлении материи и будущими средствами дальней космической связи. Я надеюсь, что мы приедем и станем участниками этого эксперимента. Приезжайте, становитесь участниками этого. И расскажем о нем, и покажем его. А сегодня мы закончим нашу беседу. Сегодня мы были в гостях у Дмитрия Павлова, руководителя Института гиперкомплексных систем. Субтитры подогнал «Симон»